мы кажется начали тем сегодня хочу рассказать показать буквально пару очень быстрых вариантов экспресс акварели тема нашего занятия сегодня будет экспресс акварель если что-то не видно или не слышно пишите пожалуйста я вот сейчас так приближу так есть я покрыла типс белым цветом покрыла лаком гелем гелем в лаковом флаконе пьюр белым отпечатала фольгу вот такую прозрачную которую я потом покажу как это сделать а сейчас я сделаю дизайн и потом когда покрою вы увидите какой будет результат будет эффект такой немножко просвечиваться вот такой вариант будет поблескивать если видно если видно скорее всего не видно так ну начинаем экспресс акварель это курс акварельной росписи роспись акварельными красками у меня акварельные краски художественные сейчас мы будем рисовать розочки мелкие розочки такие начнем с вот этого варианта очень несложный вариант абсолютно под силу любому человеку даже без опыта росписи без тонких линий совершенно не нужно ничего здесь беру красный беру немножко малиновый цвет на палитру смешиваю два этих цвета и делаю их прозрачными то добавляю больше воды в акварельной краски нету белого цвета все время говорено он есть но используется совершенно для других целей поэтому именно в росписи для ногтей мы его не используем потому что он даст нам муть в нашем цвете мы используем только белый только цвет самого самой краски я располагаю несколько цветочков мелких разбросаю вот таким как бы имитировать лепесточки светлого тона один будет у меня в центре другой вот здесь с одной стороны все это такой фрагмент как будто бы такой ситцевой ткани вырезанный с этой стороны у меня сбить будет с этой стороны добавлю немножко пятна просто накладываю пятна кисточку держу боком немножко под наклоном чтобы вот эти капельки воды у меня тоже оставались так немножко с этой стороны вот фрагмент будет розочки виден вот такой и вот здесь наверное тоже уголочек появится здесь тоже будет виден и теперь я этими же цветами но меньше воды чуть чуть больше цвета и меньше воды заполняю серединку кисточка вам для этого подойдет любая двоечка единичка нет сняли липкость если вы покрывали топом с липким слоем если без липкого то без липкого и зашлифовали поверхность обязательно зашлифовали поверхность очень тщательно шлифуем чтобы не осталось бликов глянцевых участков потому что акварель на глянцевых участках не рисуют и создаем такой эффект как будто бы лепестки 3 я оставляю мазочки ни к чему их не привязываю просто по кругу придерживаясь круга только меньшего диаметра и теперь еще немножко темнее возьму эти же оттенки в более насыщенном ой спасибо более насыщенном варианте немножечко больше и теперь по центру смотрите заполняю вот самую серединочку где у меня как будто бы вот будет бутон тоже без особых там каких-то мазков вот чтобы описать точнее нету тут очень никакой точности я просто делаю пятно в центре немножко темнее и все теперь делаю листики пока у меня все эти розочки мои высохнут листики листики делаю зеленым цветом я его покупала отдельно он не шел в наборе такого оливкового цвета прям готовые листики вот советую его купить очень выручают в качестве быстрее вот и чтобы не намешивать цвет он сразу такой оливковый оливковый сразу вот такой готовый цвет можно его немножко темным зеленым затемнить если хотим их чуть темнее сделать но не нужно вот долго это намешивать все так и также рисуем листики такими пятнышками листики старайтесь делать вот всегда об этом говорю но с листиками какая-то проблема всегда на курсах с теми листиками старайтесь их делать разного размера немножко в разный какой-то ракурс использовать для них то есть чтобы не получается такой как в кустах заяц сидит и тому же одинакового размера одинаковые листики один побольше другой поменьше один чуть-чуть вот так снизу с этой стороны тоже будет здесь немножко покрупнее сделаю листик на бок кладу кисточку и оставляю мазочек совершенно произвольно вот именно этот вариант росписи такой как как бы как вышло так и вообще отлично в этом варианте здесь важно свежесть чтобы мы один раз коснулись кистью этот эффект легкости такой должен оставаться тонкой кистью прорисовываем стебелечки но такие стебелечки тоже не конкретные как бы начало стебелечка и куда-то он уходит набираю тот же зеленый набираю немножко сепию с палитры здесь и оставляю стебелечки ой здрасте здрасте так а стебелечек раз стебелечек где-то здесь в разном направлении оставляйте стебелечки с этой стороны очень быстрый вариант дизайна занимает буквально 5 минут и добавляем горошки горошинки того же цвета что и розочки беру с палитры тот же красный который я использовала для розочек и оставляю горошинки такие кружочки рисую водичку убираем вот главное в акварели сохранять влажность кисточки правильно и такую консистенцию подбирать краски она должна быть и не вода водой вот возите и лужа за кисточкой ходит и не сухая вот это нужно как-то прочувствовать когда мало когда много то есть не на палитре не должно стоять у вас водичка не должно быть лужи вот смотрите у меня палитра вот она такая можно сказать суховатая но кисточка не прилипает к ней не 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 так сухо что она липкая и не стоит капля объемная которая может перетекать если мы повернем то она перетекает значит вас много воды и здесь еще горошек добавлю куриль вообще такая техника которая пишется быстро если в живописи рассматривать техника аля прима эффект быстрый вот добавили горошинки все покрываем нашего клиента топом то есть ногти его покроем топом и отправляем его счастливого домой сейчас у меня подсохнет последний горошек я покрою покрою его топом закрепляем топом с дисперсионным слоем я использую такой топ глосс вот кстати все эти мифы по поводу того что акварель не держится ее там не держит какой-то специальный топ нужен просто нужно тонким слоем работать с акварелью нельзя ее наносить таким толстым слоем когда вы видите на типсе что у вас есть такие места которые не матовые а прям блестящие остаются вам нужно краска сохнет и буквально две минуты просто вы повертели видите мокрое пятнышко ну и подождите что вода блестит на нем она мгновенно высыхает просто если вы где-то водички налили покрутите перед тем как покрывать что я говорила вот липкость краски не должна оставаться если вы покрыли такой слой акварелия спасибо такой слой акварели что она прям блестит то вот этот слой не сможет закрепить топ он не пройдет сквозь этот слой просто вы можете в том месте смыть например взять прозрачный цвет и вот например здесь возьмем это пятно так сделаем здесь типа вот лепесточки такие и смыли это пятнышко где у вас был толстый слой акварели блестящий слой не нужен если видите блестящий там не прилипнет топ когда покрываем топом запечатываем торцы также тщательно как обычно мы покрываем любое покрытие и этого достаточно сглосом этого достаточно именно люксии с другими топами не могу точно сказать знаю точно что не очень хорошо держится топ и которые предназначены для искусственных ногтей которые не имеют дисперсионного слоя бывают с ними какие-то проблемы потому что они могут трескаться вот поэтому все знать не могу как все себя ведут покрываем топом не совсем поняла что это значит так покрываем топом когда покрываем топом акварель топа не боится она не размазывается единственное что она боится матового топа когда шиммер присутствует вот как наполнитель в матовом топе есть в люксе такой вот за счет чего получается матовость вот ним покрывайте аккуратно не трите на одном месте как вы сейчас я глоссом могу тереть например запечатываем торцы прикладываем кисточку и прямо пропечатываем хорошо торцы не промазываем чтобы лишний слой у нас получился а пропечатываем кладем в лампу этот дизайн у нас готов и делаем следующий который тоже займет у нас буквально пять минут вот я подготовила типсик ой спасибо спасибо так еще один типсик тоже очень быстренько и будем заканчивать такую недлительную трансляцию пробную еще один вариант розы покажу такой розовый вечер у нас сегодня будет вот такой совершенно другая техника будет применяться здесь другая розочка другая техника беру кисточку лепесток или такую же двоечку которые до этого рисовали и прокрашиваем пятнышко прокрашиваем пятно так же по кругу примерно как мы красили вот эти наши розочки только цвет нам нужно набрать более интенсивный сразу вот здесь вверху у меня будет цветочек сразу укладываем такими интенсивными пятнами вот главное следите за консистенцией краски чтобы она не была слишком густая слишком плотная сохраняется прозрачность для этой розы нам не так важно эта прозрачность потому что мы будем работать в технике отмывки мы будем ее мыть поэтому я использую сейчас плотный цвет но вот к сожалению обезопасить вас вот очень прям так подробно рассказать насколько он плотный и когда будет слишком много сложно сделать потому что обычно на курсах кто первый раз работает например с акварели очень часто ошибаются в этом количестве и используют ну вообще очень много критично много акварели когда она остается толстым таким густым слоем не просыхает остается блестящий так пока у меня пятно сохнет я делаю листики ну вот на данный момент мне очень нравится глаз какой самый лучший топ мне нравится вот этот глаз который люксия прекрасно все держится я же говорю главное в акварели не толстый слой толстый слой который будет просто сам себя снимать не здесь неважно будет какой каким топом вы покрыли любой будет сниматься стараемся не укладывать также акварель очень близко к краю чтобы краска заходила на торцы если вы зашли на торцы то шлифовщиком снимайте по торцам краску снова берут от свой любимый зеленый немножко добавляю в него темный зеленый не обязательно кстати листья должны быть зеленые давайте мы в этот раз делаем не зеленый я добавлю немножко сепи и сделаем такие сдержанные листья потому что не знаю как ваши клиенты мои лично очень боятся зеленого цвета эти зеленые листики только-только не листики без листиков сделаем их вот такие осенние коричневатого оттенка из двух половиночек делаю листик половинка листика у меня заходит под цветочек другая половинка виднеется вниз веточку сделаю так и еще один листочек добавлю сюда такой и в сторону немножко у меня получается сейчас примерно угловая композиция ой здравствуйте здравствуйте юля так ой давайте по всем вопросам вот по поводу продукции можем списываться сейчас я не смогу так все параллельно так теперь верху добавляю листочек тоже у меня угловая композиция как я не успела сказать верхний правый угол а если у меня угловая композиция то я уже не могу за это угловой композиции идти куда-то поперек ее и развивать еще одно направление все значит мы держим композицию в одном направлении вот наше движение указывает листья не должны идти в нас вместе хором петь в одну сторону вот подсыхают нас листья роза у нас просохла и теперь беру кисточку лепесток и протираю лепестки смачиваю водой вытираю салфетку таким образом чтобы у меня получился вот такой кончик острый и смываю ой спасибо большое за такую рекламу спасибо спасибо так и теперь вокруг создаю темное пятнышко боже я не успеваю это читать добрый вечер добрый вечер я что рано вышла в эфир вы только сейчас все подсоединились к сожалению уже заканчиваем здравствуйте здравствуйте добрый вечер добрый вечер так на этом этапе мы начинаем промывать наши лепестки сформировали кончик кисточки и моем вокруг серединке смотрите я беру не центр здесь по центру розы а немножко у меня как бы повернута она в три четверти такой эффект вот смотрите здесь будет хорошо видно вот центр немножко смещен левее и выше и вокруг него по принципу схематичной розы я начинаю раскладывать лепестки от мелких мелкие короткие мазки буду делать к более крупным прежде чем мазнуть лепесток представляем его себе в уме чтобы потом не вытирать лишний раз вот представляю себе вот здесь будет хорошо потерли смыли вытираем кисточку каждый раз смываем цвет с кончика кисточки ой что-то и не успеваю вообще это все читать сохраните запись хорошо сохраним конечно перископ что-то шалит можно еще один типс можно конечно я просто думала что долго это нудно и не интересно ой добрый вечер я не могу параллельно читать делать я сейчас давайте буду делать дальше розочку маленькие лепесточки вот здесь укладывая совсем кончиком чуть-чуть касаюсь и вокруг кончиком и вокруг каждый раз смываю кисточку и вытираю салфетку формирую кончик кончик должен быть острый и там ни одна волосиночка не должна торчать никуда в сторону потому что она оставляет вам четкий след и имитирует вот именно лепесточек пятно которое мы нарисовали она у нас должно быть такой не очень что зачем а это я водой смываю я нанесла пятно акварелью плотненький такой слой но прозрачный важный момент и теперь кисточкой смываю техника называется отмывка я теперь смываю лепестки форме полумесяца в технике вот это вот схематичной розы когда мы в шахматном порядке делаем кисточка лепесток кисточка моя кисточка марина шевцова лепесток специально для этой техники себе искала такую мягенькую кисточку который очень хорошо вот так тщательно смывает но не царапает хорошо держит форму теперь смотрите важный момент мы подобрались к форме самой розочки и теперь я здесь не преследую контур который я изначально сделала формирую новый контур то есть мне не должно остаться каем очки я не отступаю вот здесь мажу отмываю лепесток а вот сюда по самой границе прохожу потому что самый кончик лепестка форма поворачивает и вот там где форма поворачивает она обязательно светлая рефлекс получается там мазнули с этой стороны то есть я видите разрушаю контур который до этого сделала мы и так его старались сделать неровной формы теперь представляете себе заранее лепесток вот я хочу его сюда положить да но он же будет дублировать у меня верхний лепесток поэтому не очень красивый будет вариант чтобы не заходить в тупик себя не загонять сначала представляем себе вот сюда не очень хорошо значит передвинуть левее вот сюда поставлю его представили представили мазнули есть опять помыли кисточку протерли ее и снова мазнули каждый следующий лепесток у нас должен становиться крупнее немножко шире то что они раскрываются возле бутона помельче и возле ножки уже более открытые 0 и пошире уже всю кисточку практически я использую нажим на всю кисточку и теперь я могу корректировать какие-то лепестки дотягивать им носики ой смотри ушла дотягивать им носики дамы с украины круто спасибо и периодически читаю это пион нет это роза ну можно конечно сказать шапион главное чтоб красиво получилось а там пион роза все равно спасибо но я хотел вообще сделать розу какая кисть моя кисть кисть лепесток вот такая кисть лепесток можно заказать у нас на сайте мягенькая синтетическая кисточка сделали мы наш цветочек практически можем отпускать нашего клиента можем добавить какие-то золотые детали добавить ему рамочку такое такие провисики сделать но перед этим если мы вдруг перестарались вы можете всегда затемните можно вообще на 5 навести новое пятно опять все промыть заново поэтому техника очень удобно на не очень легко учиться рисовать кто не умеет рисовать советую начинать именно с этой техники потому что здесь можно научиться не бояться краску нужно ее мыть перемывать и сейчас я беру тот же цвет которым я рисовала основной цветок набираю его с палитры чтобы намешать заново этот цвет понимаете сложно угадать сколько там красного сколько малиного поэтому беру именно этот же цвет которым я пользовалась и затемняю уголочки вот еще немножко здесь разрезаю где-то лепесточки где я хочу подчеркнуть форму где у меня получился лепесточек внахлёст где хочу добавить какую-то конкретику это вот именно возле бутона будет больше контраста держусь возле бутона так и сюда и сюда немножко подрезаю вот и теперь смотрите вот мазнули немножечко видно вам полосочку беру кисточку и не переживаю совершенно и раз эту линию 1 одним таким мазочком и стираю все покрываем топа закрепляю я глоссом люксия покрываем топом с липким слоем и видите теперь проявляется вот этот декор про который я вам сначала рассказывал что я печатала там фольгу и вот теперь она оттуда такой фарфоровый блеск дает вот как на фарфоровых чашках помните такие с розами и вот этот перламутр там сияет это фольга которая вот отпечатывается на гель-лак который мы сделали фон и отпечатали на сырое покрытие то есть прошили его и отпечатали юля спасибо огромное за приглашение да юля спасибо огромное за приглашение спасибо спасибо покрываем запечатываем торец запечатываем торец вот особенно на руках обращайте внимание потому что очень часто вижу вот это вот Запечатывание вот так торца, наплывание на конце, потом весь этот дизайн, некрасивое покрытие, бессмысленный дизайн получается. Пропечатываем кончик, чтобы не было наплыва на конце у нас. Все, отправляем в лампу, просушиваем 30 секунд. У нас готов первый типс, который мы делали с мелкими розочками. Вот такой, кто пропустил, вот было вот это у нас вначале. Что, что, что? Ну, пластилин, конечно, поудобнее. Пластилином я приклеиваю типсики. Вот, такая у нас была розочка вначале, тоже очень несложная. Ну, давайте, если хотите, еще что-нибудь сделаем. А то вы как-то все присоединились немножко позже, чем я думала. Так, что-то я не успеваю читать, что там происходит. Потому что я смотрю то, что я рисую и, сори, пропускаю все ваши вопросы. Акварель, профессиональная художественная акварель, не берите ученическую акварель, не берите школьную акварель, потому что она другая по качеству. Качество помола, пигмента в этой акварели крупнее, чем в художественной акварели. Плюс оно синтетическое. Здесь в художественных красках используются минералы, натуральные минералы, поэтому сохранится прозрачность. Вот, красота аквареля, она именно в прозрачности. И вот эта прозрачность, она сохранится за счет качественных пигментов. А в школьной акварели экономят на качественных пигментах, потому что главная цена. Поэтому используем только профессиональные краски. Ладога очень хорошие краски, российские. У меня ладога 24 цвета, которые, я считаю, что это самый подходящий вариант. Снимаем дисперсионный слой с нашего цветочка и начинаем следующее. Подставка под типс. Такая классная подставка, купила себе ее, была в таком классном супермаркете. Я думаю, что она не только там продается, но я ее купила так в память про Марсель. Красивая подставочка. Так. Специально для типсов, да, конечно, вот такая штука. Следующий типсик я подготовила. Покрыла топом. Нужно зашлифовать его. Давайте я сейчас покажу, как я сделала этот типс. Что? Как я сделала этот типс, я сейчас покажу. Пока вот такую интересную заставочку поставлю. Покрываем светом лаком. Сейчас, это я пилю тут типсик. Приклеили. Покрываем белым цветом. Белый пюр беру. Насыщенный цвет акварельный, чтобы она была чистая, красивая, нам нужно только на белом фоне работать. Тогда будет чистый, красивый фон и подсветка, соответственно. Но если мы хотим сделать вот акварель, как, например, вот такой вариант с цветом и розовый бантик на нем, то мы можем вполне использовать розовый фон и потом делать уже дизайн на этом розовом фоне. Только не делайте на розовом фоне синий дизайн или на розовом фоне зеленый какой-нибудь дизайн. Если мы выбираем такие голубые цветочки, то делаем его на белом фоне или на голубом. То есть подобный цвет подбираем. Покрываем топом. Ой, сори, вышло чуть-чуть из кадра. Покрываем топом. Ой, топом, господи, что я говорю? Лаком покрываем. Достаточно одного слоя, плотный цвет. Это белый пюр из люксия. Просушиваем 30 секунд. Полное просыхание. И на нем отлично отпечатывается фольга. Вот такую фольгу будем использовать. Она такая прозрачная, с радужным таким эффектом. Как ракушка такая получается. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Как долго, 30 секунд идет, ужас. Спасибо. Любимая фольга? Я тоже ее люблю. 16-11 курс онлайн. 16-11 курс оффлайн. У нас в школе будет. И теперь отпечатывать. Только не отпечатывайте полностью целиком фольгу. Она нужна такими островками. И не печатайте несколько раз на одном и том же месте. Потом будет фольга виновата, что она отошла. Один раз отпечатали. Второй раз рядышком. Не попадаем по тому же самому месту. Так. И теперь покрываем топом. Потому что она очень тонкая. Она очень хорошо пропечатывается сквозь себя. Если вы сделаете несколько слоев фольгу на фольгу на фольгу, вы так несколько отпечатаете, прям она будет вся такая перламутровая, красивая. Покройте топом. Вместе с топом уйдет через пару дней. В один слой. Только в один слой. Делаем это. Покрываем топом. Я для удобства покрою шайнон топом без липкого слоя, чтобы не стирать дисперсионный слой и экономить время. И даже типс. Он посуду не моет. Поэтому на нем все отлично держится. Так. Покрываем топом. Запечатываем торцы. Чуть-чуть я не успеваю вообще ничего читать. А для чего отпечатываем фольгу? Потому что у нас потом получается, наверное, просто камера очень хорошо передает вам эффект, который получается, вот, эффект фарфоровых чашек. Такой блик получается потом. И сквозь акварель, за счет того, что акварель прозрачность имеет, получается вот этот эффект подсветки такой очень красивой под акварельным рисунком. Вот смотрите, например, под бабочкой. Вот такой получается эффект. Видите, вот она поблескивает. Там вот это радужный такой просвет. Просто камера, конечно, это все не так передает, как это на самом деле видно. Ну, поверьте, попробуйте. Так, просушиваем 30 секунд, полное время просыхания. Шлифуем поверхность и рисуем еще один дизайн. Шлифуем тщательно, не оставляем глянцевых участков. По глянцу акварель не рисует. Когда шлифуем ногти, не шлифуйте в краске себе. Они покрываются пылью и некрасивые камушки в дизайне потом даже появляются они. Так, зашлифовали. Шлифовщик должен быть мягкий. Вот это, кстати, очень важный такой момент. Смотрите, шлифовщик должен быть... Вот этот белый брусик, то есть бафик, как его называют, брусок этот, он не подходит. Он очень сильно царапает поверхность. Грубый шлифовщик не подходит. Мягкий шлифовщик берем. И этот шлифовщик не щупаем руками, чтобы не оставалось там жирной пленки. Жировая пленка, которая у нас есть на руках, вот эти вот отпечатки или по крему шлифовали, там по маслу этим шлифовщиком. Нет, надо отдельный шлифовщик, который именно для акварели, чтобы он был сухой, чистый, без остатков там каких-то покрытий. Так, пальцами не щупаем. Вот я прилепила типс, опять зашлифовала. И убираю пыль. Или кисточкой эту делаю. Все, рисуем. Давайте нарисуем бабочку. Раз уж она появилась у нас в кадре. Вот такую бабочку. Здесь немножко другой принцип. Немножко дольше рисовать, только потому, что нужен навык тонких линий. Потому что основа здесь тонкие линии. Возьму контур. Для контура использую сепию. Не черный цвет. Сепия, она как простой карандаш. Как будто серый такой полупрозрачный цвет, который легко стирается. Вот черный, если вы сделаете черный контур, его уже не сотрете. От него такая синяя остается некрасивая. Неаккуратно очень выглядит. Ой, приветик из Киева. Привет. Ушли из кадра. Я уже вернулась. Я иногда ухожу. Все умеют бабочку? Все умеют бабочку. Все умеют бабочку, нет? Я тоже заметила. С бабочкой почему-то очень часто бывает какая-то проблема на курсах. Симметрия эта, откуда у нее крылышки растут. Я сейчас нарисую, а потом расскажу вам подробнее схему, если захотите. Так, это я наметила тельце. Да, что да. Захотим? Хорошо. Привет из Самары. Привет. Так, все не умеют, значит, это покажем. Опускаю сразу нижнее крыло. Размываем водкой? Не знаю, водкой. Намечаем верхнее крыло. Вот такой прерывистой линии. Не конкретизируйте ее, не уточняйте. Это всего лишь наш набросок, эскиз еще. Верхнее крыло. Вот пойдет туда вверх и теряется там, в кутикулу уходит. И нижнее крыло маленькое. Мне кажется, иногда бликует, как-то так засвечивает экран. Не очень хорошо видно, да? Я потом нарисую схему ее. И нижнее крыло. Вот самый важный момент, чтобы бабочка была легкая, изящная, а не как тяжеловес такой. Нам нужно следить, чтобы все крылышки, смотрите, собираются в одну точку. Все они растут на спине. По телу вдоль не растут. Все в одну точку собираются, как цветочек. Теперь, когда мы сделали контур, делаем крылышки. Для этого мы возьмем плоскую кисточку. И плоской кисточкой... Вообще, очень люблю плоскую кисть, китайскую роспись. Считаю, что это вообще шикарный вариант. Тоже для всех случаев жизни китайская роспись всегда понадобится. Если даже не в качестве ванстрок использовать ее, как китайская роспись, а в качестве, например, в других любых техниках, она у меня всегда встречается. Если вы знаете, как это сделать плоской кисточкой, быстрее, чем растушевывать, например, переход акварельной краской, то все, берете кисточку, это занимает 3 секунды буквально. Вот я сейчас на длинный уголок наберу синий цвет. Ой, кисть любая, которая у вас есть, потому что я думаю, что они же у нас у всех не одинаковые. У меня это вот такая самая дешевая кисточка. Но сейчас ее нету. Почему-то они решили поменять ее, и вот буквально сегодня я узнала, что больше этой кисточки не будет. Теперь прямо не знаю, что делать. Набираю голубой цвет на длинный уголок. У кисточки два уголка. Один короткий, один длинный. Я набираю на длинный уголок. Вот с этим путаница все время происходит. На длинный уголок набрала цвет. Контур сепий акварельный мы сделали. И заполняю серединку вот здесь. Смотрите, каким образом. Я носиком захожу в уголок и выхожу. Одно движение делаем. И сразу у нас красивый, ровный переход. Ничего не размываем. Все, переход готов. Снова набираю на кончик кисточки синий цвет. Он быстро очень заканчивается. Это же не акриловая краска. Акварелька с водой. И следующее крыло делаю. Точно по такому же принципу. Носик смотрит в центр. Носик смотрит в центр. Тонкая кисть моей фирмы. Лайнер вот такой. Я его сюда положу. Вот такой лайнер. И последняя крылышко у нас осталось тоже синим цветом. Разворачиваю, разворачиваю пальчик, разворачиваю кисточку. За контур стараемся не выходить. Но если вышли, уже ничего страшного. Можно смыть, но лучше не экономить на этом время. Теперь кончик крыла. Я могу сделать совершенно любого цвета. Потому что у меня эти цвета не будут смешиваться. И можно спокойно. Вот возьму такой фиолетовый край. Гель-лаками так не получится. С гель-лаками совершенно другая история. Там по-другому. А вот с гелями разной плотности получается. И теперь смотрите. То же самое теперь делаю по контуру. Раз. По контуру. Прикладываю кисточку. Никакой техники не ван строк. Тут не дергаем кисточку. Просто протягиваем вдоль контура. И все. Просто прикладываем и проводим. Верхние крылья у нас не видны, которые шли в кутикулу. Только нижние. И теперь тонкой кисточкой буду делать вот эти прожилки на бабочки. Теперь я уже беру именно черный цвет. Звук есть, видео отсутствует? Не знаю. Ой, я не знаю, что нужно делать, если так происходит. Спасибо, спасибо. Кого? А, краски. Ну, набор красок. Обычный оладок. У меня, к сожалению, крышки нет. Вот есть только. А, набор краски. Набор краски. Хорошо. Набор краски. Так, давайте сейчас я с этими линиями закончу и покажу набор краски. Я просто хочу, чтобы было максимально крупно видно именно типс и не раскладываю лишнее в зоне видимости. Я набираю сейчас черный цвет, пропитывая всю кисточку. Чтобы кисть долго рисовала красивые тонкие линии, нам нужно напитать животик. Смотрите, я набираю, пропитывая всю кисточку. В ситуации с гелем наоборот. Там лучше набирать только на кончик. Так вот, будем еще делать прорисовку и расскажу про это. Снова рисую тельце, такую запятую прямую. Пропитываю кисточку, животик. Носик освободили от краски. И рисуем контуры. То есть я фактически навожу те линии, которые у нас были, но не полностью. Мы же, когда прикасались, там кисточка где-то могли их стереть. Здесь добавляю. Добавлю темный уголок. Вот такой. С этой стороны тоже. И теперь начинаю делать прорисовку в центре. Вот не обводите абсолютно ровно от начала до конца. Во-первых, очень много вариантов ошибиться и все испортить этим черным цветом. Лучше такой пунктирной линии. Не легло и не легло. И оставляем так. Линия должна быть с акцентами. Не монотонную старайтесь делать. Вот где-то толще, где-то тоньше. Тогда она будет играть. Это интересно будет смотреть. Чем канатами все это обложить. Так. И теперь рисуем середину. Смотрите, середина крыла. Вот эти вены, кровеносные сосуды у нее. Дублирует форму крыла основного. Раз. Вышли. И теперь от нее как будто бы лучики такие отправляем. С этой стороны мы то же самое сделаем. Сюда уйдет. И каждый этот лучик, который приклеивается к вот этой форме крыла, нашу, которую мы продублировали, немножко такой узелочек делаем. Немножко треугольничек. Раз. Узелочек. Привязались. И узелочек там, где примыкает линия к внешнему краю. Теперь узелочек сюда. Старайтесь их делать не параллельными, а такие немножко раскрытые формы, как будто бы это солнышко, а вот лучики в разные стороны вот так уходят. Так. И с этой стороны узелочек сделали. И там, где примыкание, снова тоже сделали узелочек. Примыкание. Узелочек. Сохраню, конечно, конечно же, сохраню. Очень красиво. Спасибо большое. Так. Вот здесь сделаю примыкание и тоже сделаю акцент. Мы же сейчас еще схему рассмотрим по ней, и будет вообще все понятно. Нижнее крыло, смотрите, в форме капельки, да, такой. Вот нижнее крыло, вот эти вот вены на нижнем крыле, они дублируют точно так же форму этого нижнего крыла. То есть то же самое крыло мы внутри рисуем тонкими линиями. И от них точно так же, как солнышко, растягиваем эти наши прожилочки в разные стороны. И примыкание, уплотняем цвет в зоне примыкания. Так. Усики. Как же бабочка без усиков? Ой, усики. Вот обычно вот такие рисуют, коротенькие где-то, толстенькие. Не обязательно, чтобы они прям до головы дотягивались. Можно где-то вот тут намекнуть, и все, и пошел туда усик себе. Вот где-то отсюда вышел, и куда-то туда ушел. В прерывистой линии, не надо совсем такой четкой. Вот. Наша бабочка готова. Теперь мы можем ее покрывать, и появятся в ней вот эти проблески фольги нашей, она будет переливаться, как стрекозы, как стрекозы крылья. Покрываем ее тоже топом. Ее, конечно, можно бесконечное количество там украшений еще сделать, добавить туда стразы, ну, все, что мы любим. И побольше. Вот я покрываю, и проявляется у меня вот этот блеск от фольги, который уже сам достаточно украшает все это, и можно ничего уже не добавлять. Так, и сейчас рисуем схему этой бабочки. Акварель просыхает мгновенно. Сразу посмотрели, покрутили под лампой, видите, ничего не бликует, мокрых пятен нету. И если у вас она бликует, она не сохнет 20 минут, или 4 минуты даже не сохнет, она мгновенно высыхает, вода испаряется мгновенно. Если у вас остаются блестящие пятна, значит, вы положили акварель очень толстым слоем. Она никогда не высохнет, она будет липкая. Вы ее будете трогать, она будет липкая. И завтра, и послезавтра. Это вот как акварель в кювете, она не высыхает полностью. Но если она 30 лет лежит, тогда высыхает. А так она все время остается липкая поверхность. Вот если вы таким толстым слоем положили на типсы, она остается липкая. Из-за этого ее многие не любят, и вот поэтому она отходит. Конечно, отходит. Потому что акварель пишется акварельной техникой. Прозрачно. Акриловые краски пишутся акриловой техникой, плотно покрывающим цветом. Хотя можно и акриловыми красками писать акварельной техникой. Топ, который Люксия Глосс, достаточно. За все вот точно сказать не могу. Я знаю, что многие покрывают для перестраховки топами, которые подходят для слайдеров. Для слайдеров. Покрывают сначала базой, потом покрывают топом. Но вот с этим Глоссом пока еще проблем не было. С чем были проблемы, не буду говорить в эфире, а вот с этим пока проблем не было. Здравствуйте. Ой, спасибо. Спасибо большое. Бондом потом Юля не успела прочитать. Цена вашей кисти. Цена нашей кисти. Так, сейчас отправят ссылочку вам на кисточку. Так, покрыли. И вот видите, теперь поблескивает. Рисуем схему. Листья, конечно же, я не подготовила, не ожидала я такого вопроса. Так, листочек берем и заодно с краской разберемся сейчас. Не знаю, весь рисунок. Как весь рисунок? Куда весь рисунок? Опять все сначала? Так. Карандашом. Смотрите, рисуем схему. Она, наверное, будет вам немножечко косо так выглядеть. Что это? Не сотрет у меня. Я что-то не успеваю прочитать там. Так, центральная ось. Я стараюсь примерно к вам, чтобы прямо было. Не видно ничего. Давайте возьму сейчас лайнер. Будет лучше видно. Ой, спасибо большое. Я тоже первый раз выхожу в эфир. Поэтому вы первый раз меня смотрите. Сама себя первый раз вижу. Так. Вот. Надо купить акварельку. Конечно. Странно. Так. Середина. Все, не отвлекаюсь больше. То мы так не нарисуем ее до утра. Центр. Вот в центре у нас будет тело. Рассмотрим ее так крупненько. Вот у нее попа. Вот голова. И вот из этой точки растут все крылья. Вот чаще всего мы видим на ногтях вот бабочки вот такого плана. Вот такие. И вот такие усики у них. Такие бабочки тяжеловесы. Вот такая не подходит нам бабочка. Мы будем ее рисовать вот так. Верхнее крыло. Смотрите. Дугообразной формы. Если мы примерно разделим вот этот наш участок на 4 части схемы, то это 45 градусов. Половина. Делим угол пополам. Нижний угол тоже вот 90 градусов наших. Видно? Делим пополам. С этой стороны точно так же пополам, только я сразу немножечко сгинаю. И нижний делим пополам. Такой икс через тело. Все, крылышки не заходят сюда, не смыкаются на теле. Держится немножечко вот расстояние между крыльями. Оставляйте для тела. Верхнее крыло немножко крупнее обычно. Спускается ниже. Смотрите, что я сделала. Я прошла по диагонали, спустилась под прямым углом вниз. И вот эту линию, которая у нас делит пополам, вот этот квадратик, немножко с провисом таким ее опустила, чтобы она немножко заходила внахлест на нижнее крыло. Вот это наша линия. Это ось нижнего крыла. Раз. То есть я вокруг нее делаю крыло. Еще раз. Теперь с верхнего. Смотрите, опускаюсь вниз до пересечения с центральной осью. Горизонтальной. Делаю небольшой провис и встречаюсь в этой же точке на спине. Нижнюю ось я использую как центральную ось для крыла. И обвожу, получается, раз. Листик такой делаем. Два. И теперь кровеносные сосуды. Дублируют форму вот эту. Точно так же дублируют внутри. Точно так же с правой. То есть мы смотрим за этой линией и повторяем ее внутри. Теперь лучики делаем. Вот как будто солнышко, и от него лучики. Они в разные стороны. Потому что очень некрасиво. Получается, когда это крыло у нас вот все правильно сделали, а потом вот здесь железная дорога пошла. Все параллельно. В разные стороны. Вот так, как будто от источника света. Раз. Раз. В разные стороны отправляем. Немножко расширяются линии. И вот здесь примыкание делаем внутренним углам и внешней линии. Примыкание. Показываем примыкание. Показываем уголок. Затемняем чуть-чуть больше. То же самое с этой стороны. Как лучики. Разводим. И стараемся их делать не совсем такими ровными, а мягкая. Вот подсгинается немножечко эта линия. Треугольнички. Примыкание. Примыкание. Показали примыкание. Везде. Каждый уголочек примыкает. Затемнили уголок точно так же. И теперь нижнее крыло дублирует форму крыла. По внешнему краю. Внутри такое же. Откладываем. С этой стороны. Внутри такое же. Крылышко только маленькое откладываем. И так же как лучики от солнышка. В стороны. В стороны. И так же делаем примыкание. Везде делаем примыкание. Вот если сделать вот так. Не то же самое. Вот если палочки сюда заходят. Не то же самое будет. Аккуратно целимся. От одной линии к другой. И делаем примыкание. Такой треугольничек добавляем. Целимся. Делаем примыкание. Пусть она лучше не доходит. И вот здесь примыкание сделать. И чем она выйдет дальше. И будет там крестик. Такой на конце. Вот примыкание показываем. Усики тоже. Я не дотягиваю прям до головы их. Вот они у меня тут теряются. Станутся тоненькими. В общем-то вот такой вот вариант бабочки. Их конечно может быть огромное множество. И вариантов разных. И схем разных. Но одна из них может потом давайте рассмотрим другие. Сейчас наверное надо заканчивать. Потому что уже становится скучно. Спасибо вам большое. Надеюсь было интересно. До встречи в эфире следующих. Я не успеваю прочитать. Спасибо вам. Спасибо. 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 Все и вам спасибо. Не скучно. Не скучно? Ой, ну хорошо, что вам не скучно. Хорошо. Мы обязательно встретимся еще. Подписывайтесь. А то домой очень хочется. Все. До свидания. До свидания. Пока-пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok